Соберись. Важно, в транспорте. Кому, короче, как удобно. В очередной раз напоминаю о том, что у нас в Телеграм-канале мало очень подписчиков, поэтому было бы здорово, если бы вы, наши почётные зрители, к нам бы присоединились. А что по поводу свина? А по поводу свина я вас очень сильно расстрою, потому что у нас завелась какая-то крыса. Да, не поверите. В 3DW завелись какие-то крысы, которые отгрызли бедному свину кусок уха. И он теперь какой-то не такой. Но, возможно, это даже повысит его ценность, как какую-то реликвию. Да ладно, слушайте, разыграю, конечно же, свина. Блин, просто надо чуть-чуть побольше времени выделить, приехать и спокойно отобрать из наших достопочтенных господ, кто станет счастливчиком данного сия творения. Так что не переживайте за судьбу свина и за вашу судьбу тоже, не переживайте, всё будет. Извольте, пожалуйста, вот прямо сейчас, right now, так сказать, тыкнуть по лайку и всё. И, в общем, мы начинаем. Да, и написать доброе утро, Стефан, как твоя анальная клизма кофейная. Ладно, всё, погнали. В Московской технической школе открылся новый курс по технологиям 3D-печати. Знаю, что вы сейчас скажете. Ты уже достался своей Московской технической школе, потому что уже несколько раз подряд про это всё рассказывается. Вы будете в целом абсолютно правы. Но тут вдруг Московская техническая школа выпустила прям целый короткий селективный курс по 3D-печати. Значит, данная платформа данного курса, точнее, если уж быть точнее, разработана совместно с РХТУ им. Менделеева. Курс рассчитан на 16 академических часов. Собственно, про что вам там расскажут? Про все виды 3D-печати, про сканирование и, в целом, про работу с инструментом. Значит, слушатели, ещё раз повторяюсь, изучат все основы аддитивного производства, познакомятся с 3D-принтерами, познакомятся с программами 3D-печати и, возможно, опробуют что-нибудь в рамках данного курса. Что интересно, это то, что данный курс, он не является как бы каким-то там дипломным проектом, не предоставляют они там никакие там дипломы, что вы там выучились. Это просто такой лёгкий экскурс в мир 3D-печати, чтобы, в принципе, отзанимавшись там месяц, предположим, сколько он там длится, я не знаю, чтобы вы научились первично работать с 3D-печатью. А даю теперь вам авторский лайфхак. Если не хотите никуда идти, просто подписывайтесь на наш канал, смотрите наши обучающие видосы, запоминайте, повторяйте их дома и, поверьте, вы научитесь абсолютно всему. Серийное производство самолётов Байкал перенесено на 2025 год. Казалось бы, да, вот при чём тут самолёт Байкал, как вообще новости это связано? А связано, на самом деле, господа, напрямую. Потому что новый самолёт Байкал, да, не тот, который питьевой, он является прямой заменой самолёту Ан-2. Это маленький грузоперевозочный самолётик, который, в принципе, можно оборудовать и под человеческие перевозки. Как-то странно звучит, но да ладно. Значит, он вмещает в себя немного пассажиров, но грузоподъёмность у самолёта достаточно высокая. Он может поднять целые 2 тонны груза. Так что, в принципе, компания 3D-eV может туда загрузить сколько? Ну, где-то... Сколько там у нас Бизон весит? Ну, 30 кило примерно. 30 кило? Да. Ну, 60 бизонов можно перевозить. Так что, неплохой показатель. Значит, поднимается он на высоты до 1500 км, и у него крейсерская скорость 300 км в час. Но это всего лишь водный. Что интересно, то что в данном самолёте используются 3D-печатные детали. Какие именно? По слухам говорят, что это жаровые трубы, форсунки камер сгорания и трубчатые диффузоры. То есть, вот данные детали двигателя полностью печатаются на 3D-принтере по технологии SLM из металла. И, в общем, всё это оборудуется, собирается и поставляется на данный самолёт. Самолёт уже как бы протестировали, но всё-таки серийный запуск планируют отложить на 2025 год, чтобы всё уже как следует отладить, наладить. Так что, в самое ближайшее время у нас будет новый маленький компактный грузоперевозочный самолёт. Круто? Круто! Друзья, напоминаю, что помимо большого интернет-магазина, наша компания занимается производством 3D-принтеров уже более 8 лет. Наш модельный ряд насчитывает несколько линеек под самые разные задачи. А самой популярной моделью 3D-принтера является Bizon 3. 3D-принтер с внушительной рабочей областью, продуманной кинематикой и возможностью печатать различными материалами на высоких скоростях. Переходите по ссылке в описании и выбирайте свой 3D-принтер. А по промокоду YouTube вы получите 4 катушки пластика бонусом к вашему заказу при покупке 3D-принтера у нас. А мы продолжаем. Компания Creality анонсировала FDM 3D-принтеры K1 и K1 Max. Да, вот в комментариях меня уже просили на этой неделе, точнее на прошлой неделе, наверное, для вас обозрить данную новость и буду ли я ее анонсировать. И, в общем, ответ да, конечно же, я вам расскажу про данные 3D-принтеры. Значит, они будут прямыми конкурентами так называемого Bamboo Lab X1. Я уверен, что вы про него слышали. Это достаточно такой скоростной, интересный, красивый 3D-принтер. Значит, что касается Creality K1 и K1 Max. Значит, рабочая область у них у K1 220 на 220 на 250, что, в принципе, как у обычного Ender. У K1 Max это 300 на 300 на 300. Абсолютно так же, как и у стандартного их какого-нибудь там драгостола. Но, значит, в чем является существенное отличие K1 и K1 Max от всей вот этой вот линейки 3D-принтеров, то, что у него там особая скоростная кинематика. По слухам, по крайней мере, заверенным компанией Creality, скорость перемещения составляет до 600 мм2 в секунду, что, как бы, ни хрена себе. Что еще у него интересно? То, что у него для автокалибровки стоит лидар, который позволяет сканировать поверхность стола с точностью до 1 микрона, что, как бы, очень-очень нехило. У него стоит высокопроизводительный хот-энд, который позволяет пластику нагретому проходить со скоростью до 32 кубических миллиметров в секунду, что, как бы, тоже достаточно так нехило. И известно то, что у него хот-энд разогревается до 300 градусов в районе 60 секунд он это делает, а до 200, до 40. И, соответственно, еще, что известно про него, то, что у него стоит Direct Drive Extruder, ну, то есть, прямоточный. И еще у него стоит нагревательный стол, который разогревается до 100-110 градусов, что, как бы, очень неплохо. Также у него там высокопроизводительный кулер, который позволяет, собственно, так быстро печатать. Это когда обдув стоит не на самой печатающей головке, а сбоку, прям вот, фиксировано, и постоянно на модель, как бы, дуют вентиляторы. Такое, кстати, решение я изобрел пару-тройку лет назад, но оно как-то у меня не очень хорошо удалось. Ладно, это я себе не переписываю никакие лавры. Тем не менее, значит, новинка уже готова к предзаказам. Стоимость составляет на данный момент 649 евро, поэтому, если вы вдруг хотите, переходите, там, не знаю, на Алиэкспрессы, на какие-нибудь там ищите, размещайте заказы, и потом делитесь там своим мнением, как вам вообще новый принт. Так, ученые ЛЭТИ представили 3D-печатный компактный рентген. Значит, смотрите, разработка сотрудников из Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, он же ЛЭТИ, позволит оперативно, скажем так, докторам изучать маленьких детишек, которые находятся в утробе матери, на предмет каких-то внутренних повреждений. Потому что беременную женщину из реанимации, сами понимаете, тащить в кабинеты рентгенолога, это, ну, достаточно проблематичная задача, особенно в ситуациях каких-нибудь там экстренных подключений к, там, не знаю, аппарату искусственного вентилирования или там чего-либо еще. Собственно, поэтому исследователи из ЛЭТИ сделали такой вот компактный, ну, где-то вот такого-то он размера, карманный рентген, в общем, говорят так. И как 3D-печать в этом во всем вопросе перекликается? Да очень просто. Корпус данного устройства они полностью распечатали. Меня очень просил один молодой человек в комментариях воздержаться от ржача над русскими новостями без кривляний и без стеба. Я не смогу. Ну, извините, друзья, ну, честно, вот реально, ну, не могу. Ну, кто делает, во-первых, такое, казалось бы, сложное технологичное устройство, которое там должно быть, там, в больничке, но сделать его хотя бы белым цветом. Зачем его делать красным? Это, блин, не Феррари какой-то. Ну, то есть, ну, это как бы странно выглядит. Во-вторых, там вот это качество, то есть там видны эти самые там сбои, все линии. В-третьих, это склейка, то есть, это все можно было, в принципе, напечатать за раз. Непонятно, зачем они срубали верхний конец. Ну, в общем, ладно. Ладно, шутки как бы шутками. Дизайн это, как говорится, вкусовщина. Ну, в общем, сама разработка интересная, прикольная. То есть, буквально положил будущее маме на живот, отсканировал, все, получил там рентген ребенка, посмотрел и все выяснил, что тебе необходимо. Поэтому за разработку, как бы, с серьезными вещами говорю, что это круто, это действительно очень, как бы, классное такое нововведение. Я, по крайней мере, такого нигде еще не видел. Но, что касается дизайна, тут уж по классике, как бы, извините, ребят, но это никуда не годится. Лучше бы вы это распечатали из карбона, либо из белого пластика. Это смотрелось бы гораздо дороже и профессионально. Но, окей. Студенты Уральского института управления создали 3D-печатный прототип ложки для людей с тремором рук. Значит, вот эта новость, по крайней мере, тоже подвергнется легкой прожарке, но не настолько, потому что над проектом, который без того, как бы, непростой, работает команда из уральского филиала RunHicks в содружестве с Екатеринбургским механическим университетом. Значит, для тех, кто не знает, что такое тремор, это когда вот так вот очень люто, неконтролируемо трясутся руки. И, конечно же, у таких людей огромная проблема с повседневной жизнью, потому что шнурки не завязать, кружку не подержать, ложкой не поесть. И, в общем, жизнь сплошная тряска и боль. Так вот, специально для таких людей разрабатываются такого рода ложки, которые состоят из самой ложки, собственно, ручки, и внутри стоят контроллеры с трехосевым гироскопом. Собственно, вот такая разработка примерно выдана нашим RunHicks. На данный момент изготовлен всего лишь один опытный образец. Это, к сожалению, не очень хорошо. Выглядит он на данный момент, конечно, слегка, ну, сратенько назовем это так, то есть сыренько, особо ни о чем, но я думаю, что ребята подточат дизайн и все будет выглядеть красиво. А теперь перейдем к хорошему. На данную ложку уже размещен предварительный заказ, его заказал дом престарелых из Московской области, а также его попытаются профинансировать на акселераторе, так называемом, рейс, который устраивает сам RunHicks. Тут, конечно, возникает дилемма, потому что проектом занимается RunHicks, конкурс от RunHicks. Ну, как бы, кто победит, дайте подумаем, наверное, RunHicks. Ну, ладно. Самое главное, чтобы команда действительно получила свое финансирование, чтобы проект реализовался и уже там старички получили с первого партию своих ложек. Самое главное, конечно, чтобы они работали так, как это все и должно работать. Поэтому желаем ребятам удачи, старикам, чтобы руки не тряслись. У вас, кстати, тоже, чтобы руки не тряслись. Следите за своим давлением, а мы двигаемся к следующей новости. В Заполярье возвели 3D-печатное здание. Да. Дом для отдыха персонала возвел филиал Газпрома. Значит, тут, конечно, есть над чем разгуляться, потому что домик, мягко говоря, выглядит не очень. Но что интересно, это то, что весь этот дом полностью выполнен на строительном 3D-принтере от компании AMT. Да. Что такое компания AMT? Это раньше так называемые наши друзья спецавиа, да, наши любимые, которые мы очень любим прожаривать. Высказывать свое мнение по поводу их изделий. В принципе, мое мнение нисколько не изменилось даже с этим проектом. Значит, что тут интересного по нему? То, что площадь здания составляет 80 квадратных метров, что как бы не очень много. Преимущественно, это огромная просто зона отдыха. Там стоят всякие аэрохоккеи, такие маленькие, и кофешечки условные, в общем, где там можно чаек-феек наверно, диванчики, стульчики, ну, в общем, ничего из себя особо данная конструкция данного здания не представляет. А вот что действительно интересно, то, что его печатали при минусовой температуре. То есть, во время постройки данного здания уличная температура была минус 40, но при данной температуре никакая, конечно же, печать невозможна, поэтому возвели вокруг здания тент, туда нагоняли теплый воздух и температура стабилизировалась на минус 10, и на минус 10 они смогли абсолютно без проблем отпечатать данное здание. Выглядит оно, конечно, опять же, как я сказал, на любителя, шероховатое, странное, сумбурное, с круглыми стенами, ну, в общем, так как это здание не предусматривает никакое жилье внутри, поэтому я думаю, что не стоит его судить строго. А компания МТ молодец, сделала еще один проект. Компания Асикс выпускает напечатанные шлепки, вот так, прикиньте, друзья, то есть, помимо кроссовок, теперь у вас будут еще и модные шлепки напечатанные. Значит, как они называются? Anti-Breeze 3D Sandal, так сказать. Серьезно, да, звучит? В общем, это первые, точнее, это не первые, это вторые шлепки, выпущенные от компании Асикс. Первые были выпущены в 2021 году. Они выглядели как обычные, там, не знаю, ну, обычные сланцы, в общем, ничего такого интересного из себя не представляли, но они были полностью напечатаны. Тут же, это уже прям такие шлепки, прям такие вот, прям дедовские, но, ладно, шутки шутками, по крайней мере, они выглядят достаточно стильно, и они еще выпущены в таком интересном, красивом, темно-синем цвете. Значит, как я и говорил ранее, шлепки полностью напечатаны на 3D принтере, на данный момент они доступны для заказа только в Австралии, на официальном сайте Асикс, и в ближайшее время ожидаются в США. По цене, врать не буду, не смотрел, вообще было неинтересно, поэтому я вас не сориентирую. Можете попробовать перейти на сайт Асикс АУ, ну, АУ, как Австралия, вот, и попробовать посмотреть, есть там какая-то инфа или нет. Помимо того, что они выглядят достаточно стильно, они пористые, то есть, соответственно, вода моментально входит-выходит, если там вы их намочили, и в дополнение, из-за своей такой репристой, сетчатой структуры, они еще выполняют и массажный, и терапевтический эффект. То есть, вам мало того, что будет приятно в них ходить, так еще и ваши ножки будут со временем релаксироваться, потому что одна из функций данных шлепок, на самом деле, по заявлению Асикса, это чтобы люди после спорта надевали их и отдыхали, то есть, чтобы ноги и мышцы расслаблялись. Так что, очень прикольно. Асикс двигается вперед, и, кстати, у меня есть одно желание, конечно, как-нибудь попробовать напечатать действительно прям обувь полноценную. А из чего сделаны шлепки-то эти вообще? Они на FDM-ке, на SLA? Нет, нет, нет. Из бутылок или нет? Они печатаются на этом, на PolyJet, такой полуэластичной смолой, то есть, она как бы как резина. Да, мне там вчера еще тоже там скинули одну фотографию интересную, там 3D-печатные обуви. Вот, я такой тоже думаю, дай-ка возьму заказ на REC-се, короче, ее напечатаю, а потом смотрел видео, в общем, как данные кроссовки печатаются, да, они все вот на PolyJet'ах таких порошков, ну, в общем, из порошка, в общем, они их делают. Ну, чтобы не было каких-то поддержек, чтобы не было вот этого всего стрёмного. Так что, да, надо собрать карманный PolyJet. Система рассеивания воздуха, напечатанная на 3D-принтере, получила награду. Значит, технологический университет Сиднея или УТС в Содружности с БВН Architecture, Архитектурное бюро, разработали уникальную систему, как это называется-то, разработали систему диффузии воздуха. Значит, что это такое? Это когда через вентиляцию грамотно рассеивается воздух внутри помещения. И, значит, они выиграли награду под названием Australian Sustainability Award. да, это, в общем, вклад в осознанный, такой ответственный подход как бы к жизни. Вот, они выиграли награду, получили грант, там, не уточнял по финансам, сколько он занимает, но это не так интересно. Значит, что интересно по данному проекту? Это то, что, конечно же, то, что они получили награду. Во-вторых, они разработали очень уникальный способ производства данной вентиляционной системы. из-за основы они взяли, не поверите, легкие лягушек. То есть, вдохновившись ими, они решили реализовать данный проект. Почему он интересен? Потому что, во-первых, он полностью напечатан весь из 5G, что делает его достаточно экологичным продуктом, как говорят сами, собственно, производители. Это то, что, когда система придет в относительную негодность, каждый модуль разбирается, перерабатывается, заново экструзируется и снова печатается. Поэтому, по сути, такая вентиляция может бесконечное практически количество раз перепечатываться, устанавливаться заново. Собственно, поэтому они и выиграли эту награду. Значит, внутри самой системы, как это все себя представляет, это просто трубы, которые, во-первых, с очень такой, с плавными углами. Это для того, чтобы максимально поток воздуха двигался плавно внутри них. А также по периметру всей этой трубы стоят маленькие дырочки. И, соответственно, воздух, вместо того, чтобы распыляться где-нибудь там, не знаю, тут слева, тут справа, он распыляется абсолютно везде равномерно через вот эти маленькие дырочки, которые целиком усеивают данная вентиляционная система. И поэтому она, помимо того, что очень эффективно охлаждает воздух, так еще и является очень высокопроизводительной и энергоэффективной системой. Собственно, вот такие вот они все молодцы, выполнили свой проект еще и с PG. Так что, кстати, да, последнее, что хочу сказать по данной новости, то, что данная вентиляция действительно функционирует в офисе BVN в Австралии, поэтому по фотографии вот, я думаю, там уже Степан все это вложил, так что по фотографии вот можете посмотреть, как это все выглядит на самом деле. В Дубае выполнили первую в мире 3D-печатную виллу. Какая-то сначала странная новость, как будто бы это уже не первая, но оказалось действительно первая, потому что, на самом деле, откуда идет вся вот эта вот путаница, потому что Дубай вообще у нас практически лидер во всем первом, особенно все, что касается 3D-печати. Вот они и выполнили вот такую замечательную виллу. Давайте я вам расскажу значит поподробнее. Это первая функциональная офисного типа вилла, которая представляет из себя полностью напечатанный объект от и до, не считая, конечно же, крыши. Значит, что примечательного? Ее печатают высокопроизводительным бетоном, сырье для которого берется непосредственно в Дубае. Что еще интересно по данному проекту, это то, что время затвердевания данного бетона, ну, бетонной смеси, из которого строится само здание, составляет всего лишь 3 минуты. То есть, как по подсчетам строительной компании, они могут, сейчас я вам скажу, у меня тут даже были какие-то цифры очень важные, они могут построить 3 метра за 2 часа. Прикиньте, ребят, какая скорость колоссальная. То есть, в принципе, 2 этажа можно сделать за 4 часа. То есть, это прям попахивает чем-то нереальным. Ну, значит, как бы то ни было, вилла красивая, вилла шершавая, вилла бетонная, утепленная, энергоэффективная. Строили ее на строительном 3D принтере, который двигается как линейный актуатор, то есть, это такой, как кран, в который подается бетонный раствор, который очень быстро отвердевает, и все, робот-манипулятор вот так все дело наносит, и здание строится. Значит, бетон, как говорят, вот такого рода бетон, он на 32% экологичнее, чем привычный бетон, с которым мы работаем везде, а также все сырье для данной бетонной смеси берется непосредственно в Дубае. Соответственно, какие-либо импорты и экспорты абсолютно не нужны при реализации данного проекта. Значит, в ближайшем будущем данная компания будет стараться производить еще более экологичные проекты, и также они надеются построить виллы в еще других странах из местного сырья, чтобы до конца удостовериться, что песок из разных стран подходит для бетонной смеси. Вот так. В КБГУ изготовили позвоночный имплант из ПИК собственного производства. Значит, ученые из Кабардино-Балкарского университета, государственного, разумеется, создали имплантируемые изделия, которые уже являются в тело человека, непосредственно в спинную область. Устройство называется спинальный кейдж. Это своего рода как как вам так это объяснить-то попроще. В общем, это имплантируемое изделие, которое вставляется между позвонками для того, чтобы выдержать место собственно между позвонками, чтобы никакое лишнее давление на позвонок не шло. В каких случаях его ставят? Либо когда очень тяжелая какая-то позвоночная грыжа, либо если у вас не у вас в упасибах, либо если у человека пострадавшего есть перелом самого позвонка. Вот. Соответственно, данный спинальный кейдж, он устанавливается как своего рода защита, то есть, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение позвонка, либо межпозвоночного диска. Его напечатали целиком из ПИК. Почему выбрали данный материал? Потому что говорят, что по прочности и по своим вживляемым, так сказать, свойствам, он ничем не уступает обыкновенной костной ткани. Почему не выбрали титан, для меня остается загадка. Загадка, да, но, как говорят, что ПИК, он более, более простой, что ли, в изготовлении, и в целом... Это FDM, высокотемпературный, но все-таки FDM, не SLM. Ну, да, может быть, это единственная причина, почему печатают как бы из ПИКа. Я прикол не понял, но, в общем, по физико-механическим свойствам, в принципе, он не супер-пупер как-то там уступает титану, а вот по процессу заживления он вообще ничем не уступает, поэтому вот выбрали его. На данный момент ищут там добровольцев, кому это все дело впервые вживить. Что еще, значит, интересно, это то, что данная вот компания из... Господи, какая компания? Данная... Ученые данного университета сказали то, что вот преимущественно весь ПИК он импортный, а вот они как-то у себя там в лаборатории смогли сделать именно свой ПИК. Да. Прям наш, прям русский, прям отечественный ПИК. Так что, не знаю, правда это или нет, если правда, то, конечно, ребята молодцы и красавчики. Ну, вообще, есть отечественные производители... ПИКа? Да. Ну, и ладно. Довольно давно уже. Ну, вот они и жалуются, что вот все импортное, вот все не то, вот мы хотим все свое. Ну, как бы получили свое. Окей. Skyroot Aerospace успешно испытала ракетный двигатель, напечатанный на 3D-принтере. Значит, это индийский частный производитель ракет, который называется Skyroot Aerospace. И они, собственно, разработали на 3D-принтере, точнее, они частично разработали на 3D-принтере, комплектующий для своего ракетного двигателя. Значит, что интересного по данному движку? Он называется Down 2. Ну, типа, не Down, как... ДХАWN. Значит, его испытывали в течение 200 секунд. Вы скажете, что-то как-то мало. Но, если задуматься глобально, 200 секунд это, в принципе, 3 минуты 20 секунд. А ракета должна долетать до космоса, мне кажется, чуть быстрее. Поэтому 200 секунд на пиковых нагрузках это абсолютно нормальный тест. Значит, данный движок работает на природном жиженом газе. Что достаточно интересно. И, что касается 3D-печати, значит, как они говорят, у них использованы следующие детали. Воспламенитель факела, сильфонный криоинженерный клапан с быстрым временем отклика. Вот эти вот две детали полностью выполнены на 3D-принтере и успешно интегрированы в сам ракетный двигатель. А ракетный двигатель как бы достаточно горяченькая такая история. Поэтому, то, что он выдержал все эти тесты тем более на протяжении 200 секунд, и показал себя достаточно стабильным. Считаю, что это успех. А двойной успех это то, что это все было сделано в Индии под такие, наверное, танцы. Но, шутки шутками, а компания реально молодец. Особенно, как бы, извините меня, это, блин, Индия. это не супер, богатая страна, а они, смотрите, какие результаты вы дарили. Так что, делаем выводы, друзья. Новосибирские врачи установили 3D-печатный имплантат девочке с тяжелой деформацией стоп. Стоп. Спина стекла, а не стопа. Тебе нужен имплант из ПИК. О, господи, как я хрустнул-то. Все, идем печатать. В общем, история достаточно грустная, ведь специалисты Новосибирского научно-исследовательского института травматологии ортопедии имени Яи Цевиньяна скорректировали ноги бедной девочки, которая страдает с детства проблемами с деформацией стоп. Она очень сильно косолапит. И, как бы, на самом деле, очень многие люди косолапят и, в принципе, как бы не притают всей этой проблеме такое большое значение. Но у девочки оказался, к сожалению, запущенный случай и рано или поздно ее ноги бы отказали. Вот. И с чем она столкнулась по итогу? То, что у нее начались уже там нервные нарушения, она практически перестала сама ходить, ей нужны костыли, она просто не может спокойно наступать на свою ногу, не испытывая адской боли. Собственно, ученые подумали, чем мы можем помочь данной девочке. И напечатали по методу SLM такую защитную специальную пластину, которая, как ни странно, имплантируется сверху ноги. То есть, если вот эта нога, она ставится вот сюда. А у меня сначала были мысли, что она должна как раз таки вставляться сюда, чтобы вот здесь быть опорой. А нет, прикиньте, вот здесь она ставится. В общем, ученые потратили очень-очень много часов 3D-моделируя, реконструируя ее ногу, подбирая правильное положение костей, и провели первую операцию с вживлением данного импланта. Ей пока что поставили данный имплант на одну ногу, чтобы вообще проверить, как что и будет. Почему не на две? Потому что, сами понимаете, процесс вживления будет длиться очень долго, и так она хотя бы сможет на одну ногу более-менее наступать, потом подтянут вторую, и все у нее будет хорошо. Значит, ученые на данный момент выдвигают абсолютно позитивные фидбэки по поводу ее заживления будущего, говорят, что уже в ближайшее время она сможет плавно уже наступать на свою ногу, потом все это дело адаптируется, у нее уйдут боли, у нее уйдут так называемые кожные язвы, и в общем все у нее должно стать хорошо. Поэтому мы надеемся, что данная разработка ученых приведет нас в последующем к избавлению таких проблем, как плоскостопие, как косолапие, потому что плоскостопие, вот, к сожалению, реально страдает очень-очень много людей, и я вообще не исключение. Вот. Так что, вот такая вот у нас сегодня была порция новостей. Надеюсь, вам было интересно. Было неинтересно, пишите, будем искать еще что-нибудь интересное, будем вам вообще рассказывать про все, про все. Значит, друзья, во-первых, большое спасибо за просмотр данного видеоролика, надеюсь, вы все это выдержали, усвоили, запомнили, и уже готовы сегодня прям всем своим друзьям рассказывать, какой вы теперь охренеть умный. Значит, с вами был, как всегда, Стефан, пожалуйста, пишем Жене, Жене выдели деньги, потому что в этом месяце обучающего ролика от меня, наверное, уже не будет, а денег, к сожалению, мало, а я еще еду в командировку, поэтому еще одного выпуска новостей не будет, в этом месяце их будет на один меньше, так что, пусть бюджет, бюджет планируют, бюджет. Все, друзья, большое еще раз спасибо всем за просмотр, подписываемся на наши каналы, не забываем лайки, колокольчики ставить, пишем комменты, за кадром у нас, как всегда, сидит курит Жишко Валерий, в экране у вас был Стефан, модная кепка при мне, так что все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok